Газета от него не стала. Вот, собственно говоря, отца основался ли? И мать? Да, да. Несмотря на позднее время приезда, у представителей делегации остаются силы шутить. Пусть и статус рабочего совещания официальной встречи носит более чем дружественный характер. Все понимают, Каспийский медиафорум – еще одна возможность укрепить связи между соседними странами. Поймав атмосферу совещания, за Минкомсвязи Алексей Волин подшучивает над своим тезкой, главредом комсомольца Каспии Алексеем Нечаевым. День, который все вмещает от комсомольца до пенсионера, собственно говоря. Примерно такой же стремительный рост за три года демонстрирует и сам медиафорум. Как отмечают организаторы, сами не уследили, как детище за это время серьезно повзрослело. Если раньше форум представлял собой сообщество журналистов, то сегодня это уже площадка для диалога между экспертами и бизнесменами. Естественно, что сотрудничество вот в этих разных, весьма разных сферах всюду требует медийной поддержки. Без медийной поддержки нет неуспешного бизнеса. Ни решения социальных задач. В этой связи велика роль Каспийской редакции, созданной на первом медиафоруме. Она объединяет журналистов стран Каспия, представителей делегаций. О Каспийском медиафоруме сегодня говорят ведущие СМИ Ирана. Кроме того, новости Астраханской области показывают на наших телеканалах в еженитильном формате. С такой же частотой выходит в эфир телеканал Астрахань-24 информационный выпуск новости Каспийского региона. Телевизионные коллеги из Азербайджана и Казахстана рассказывают о традициях и культуре своих стран. Особое внимание экономике, экологии и туристическому потенциалу этих регионов, в том числе и медицинскому туризму. В Астраханской области проживают представители всех пяти Каспийских государств. И о событиях, которые происходят на родине, узнают благодаря специальному информационному выпуску на телеканале Астрахань-24. Артём Лепёхин, Руслан Асанов, Игорь Нефиденко, Центр новостей. Субтитры создавал DimaTorzok